Уважаемые коллеги, разрешите поблагодарить организаторов 7-го Петербургского международного онкологического форума за возможность выступления на столь масштабном мероприятии. Разрешите представить доклад «Пациент-ориентированные проекты в онкологии как улучшение качества сестринской помощи». Вначале немного о своей республике. Республика Сахарякоти – это самый крупный по территории субъект Российской Федерации и составляет 1,5 часть территории по всей России. Численность населения республики составляет 355 тысяч человек. Климат в республике отличается резкой континентальностью. Абсолютная амплитуда температур превышает 100 градусов. На территории республики расположен полюс холода северного полушария. Здесь была зафиксирована температура минус 72. Свыше 40% территории республики находится за полярным кругом. В ее пределах расположены 3 часовых пояса. 36 муниципальных образований в республике, 34 муниципальных района и 2 городских округа. 50% населенных пунктов относятся к категории малонаселенных, 44% – к категории труднодоступных, отдаленных. 12 районов имеют население ниже 10 тысяч населения. 91% территории республики находится в зоне сезонного транспортного обслуживания. 25 районов из 34 не имеют надежной транспортной связи с центром республики и близлежащими районами. Злокачественные образования остаются одной из сложнейших проблем медицины и здоровья населения. Несмотря на все успехи лечения и профилактики, распространенных их заметно не сокращаются. Ежегодно в мире регистрируется более 10 миллионов новых случаев злокачественного образования, которые являются второй из основных причин смерти. По итогам 2020 года в республике Сахаякуте, так и по всей России в целом, отмечается рост заболеваемости населения. Всего зарегистрировано 2159 новых случаев злокачественного образования. На диспансерном учете состоит 12 255 пациентов. С ростом ожидаемой продолжительности жизни будет увеличиваться количество пациентов с онкологической патологией. За 10-летний период рост продолжительности жизни увеличился на 10%. В Российской Федерации 6,3%. На Дальнем Востоке 6,6%. Отмечается прямая корреляционная связь с ростом численности населения республики и количество вновь выявленных случаев злокачественного образования. Одной из приоритетных задач дальнейшего развития медицины является удовлетворение потребностей населения доступной и качественной медицинской помощи. И важная роль в организации этого процесса отводится медицинским сестрам. Качество естественной помощи определяется внедрением новых организационных форм ухода за пациентами, стандартов и технологий практической деятельности среднего персонала, сестренского персонала, умением работать с профессиональной информацией, используя современные информационные технологии. В онкологическом респонсере разрабатываются и внедряются проекты, направленные для улучшения качества оказания сестренской помощи и повышения качества жизни пациентов. Такие проекты, как проект «Линьагин», проект телемедицинской консультации, проект «Аркетический онкодесант», проект «Трио». Ещё в 2017 году был внедрён пациент-ориентированный волонтёрский проект помощи онкологическим больным «Линьагин», занявший первое место на республиканском конкурсе молодых специалистов в профессии жизни. Цель проекта – повышение эффективности специализированного лечения и улучшение качества жизни пациентов. Для реализации вышеуказанной цели поставлена следующая задача – разработать комплексный план для приятий по медико-психологическому и духовному сопровождению онкологических пациентов на всех этапах специализированного лечения, внедрение волонтёрского проекта помощи онкологическим больным «Линьагин», изучение эффективности проекта медицинской, социальной, экономической. В состав волонтёров входят финские психологи, социальные работники, юристы, представители эпархии, общественные организации, студенты высших и средних учебных заведений. В специалисты управления социальной защиты населения при Министерстве труда и социальном развитии республики проводится информационно-правовый час, на котором пациенты имеют возможность задать вопросы по наболевшим проблемам, получают консультации о правилах оформления инвалидности, социальный год, о действующих нормативах выдачи рисков нетрудоспособности. В период пандемии и коронавирусной инфекции к нам обратились сотрудники Государственного литературного музея имени Платона Алексеевича Аюмского. И они по Zoom в онлайн-режиме проводят лекции, виртуальные экскурсии в Минеральном доме и музее нашим пациентам. Подписано соглашение о сотрудничестве с Якутским медицинским колледжем. Одним из пунктов соглашения является оказание практической волонтёрской помощи по уходу за пациентами и студенты Якутского медицинского колледжа совместно с нашими младшими медицинскими сёстрами активно осуществляют ленинский уход за пациентами. Диспансер активно сотрудничает с волонтёрскими движениями «Медики-волонтёры» и Центром по работе с волонтёрами Республики Сахаля-Куке. В период пандемии волонтёры активно помогают при перевозке тяжёлых онкологических больных, сопровождают пациента во время обследования, адресно доставляют продукты питания. В рамках проекта идёт сотрудничество с Якутской и партией Русской православной церкви. И в результате этой работы открыта молильная комната в дом корпуса учреждения. Для духовной и моральной поддержки учреждений прикреплён представитель церкви, который еженедельно проводит молитвы, обряды, крещения, беседует с пациентами. Встреча пациентов с священнослужителем происходит в тёплой доверительной обстановке и способствует значительной духовной и психологической поддержке. Продолжается совместная работа волонтёрского проекта онкологического диспансера и общественной организации помощи выжившим от рака возрождения. Руководителем общественной организации Капитолина Капитона Алексеева, она же наша пациентка. Объединены усилия волонтёры для оказания моральной и психологической помощи онкологическим больным. Подписано соглашение совместной деятельности. Благодаря сотрудничеству проведено мероприятие в церемонии передачи саженца дерева, выжившего при атомной бомбёжке в городе Хиросима для радиологического отделения. С миссией мира в Якутии прибыл народный дипломат, американский общественный деятель японского происхождения Стив Яшида. Ежегодно в рамках Всемирного дня борьбы против рака организовывается совместно с волонтёрским движением помощи онкологическим больным. Антирак, поддержка выживших региональным отделением Ассоциации помощи онкологическим пациентам. Здравствуй! Акция по ранней диагностике и знакачественном образовании. Волонтёрским движением во время пандемии коронавирусной инфекции оказана посильная помощь диспансеру в виде сенсорных диспенсеров для обработки рук. В связи с напряжением эпидемиологической обстановки коронавирусной инфекции в Республике в онкологическом диспансере введены строгие ограниченные меры, запрещенные свидания с родственниками, что приводит к эмоциональному напряжению пациента. Учитывая эмоциональное состояние пациентов, внедрён новый уникальный проект 3О — это обход, общение, открытость. Проект реализуется в отделении анестезиологии реанимации интенсивной терапии, где находятся тяжёлые пациенты. Данный проект позволяет пациентам общаться с родственниками в онлайн-решении. Родственники пациента имеют возможность задавать вопросы, касающиеся здоровья пациента, напрямую к врачам. Следующим проектом является развитие телемедицинской консультации, диспансеры врач-врач, врач-пациент, врач-родственник, медсестра-медсестра. И это реально приближает медицинскую помощь к пациентам, независимо от места их проживания, что особенно актуально для жителей отдалённых районов, дорожно-транспортные проблемы в режиме видеоконференции. Перед диспансером была поставлена задача обучить медсестёр центральной и районной больниц особенностям работы медицинской сетры при проведении химиотерапии, профилактики побочных эффектов химиотерапии. Анализ эффективности телемедицинской консультации показал высокую результативность дистанционного обучения медицинских сестёр не только близлежащих центральных районных больниц, но и в лечебных учреждениях отдалённых районов. С этого года наши коллеги еженедельно выходят на YouTube-канал, где размещают образовательные практические занятия для пациентов и их родственников с участием нашего медицинского персонала, наших медицинских сестёр. В настоящее время снято несколько образовательных видеороликов. Это уход за колостомой, подготовка пациентов к геоносическим исследованиям, профилактика побочных эффектов химиотерапии и так далее. Следующий проект — это архитический онкодесант. Цель проекта — повышение доступности и качества оказания онкологической помощи в населении Арктики. Задача проекта — формирование групп повышенного онкологического риска и эффективный отбор лиц, нуждающихся в первоочередном целенаправленном обследовании, проведение целевых профилактических осмотров населения Арктики для раннего активного объявления знака качественного образования. В состав мобильной выездной онкологической бригады входят врачи-онкологи, гинекологи, эндоскописты, узисты, лаборанты, а также медицинские сёстры. Выделенные в состав мобильной бригады специалисты работают по плану и графику, утверждённую главным врачом-диспансером. План формируется с учётом охвата всех арктических улусов. Выезд мобильной онкологической бригады обеспечивается соответствующими транспортными средствами и оснащается необходимой аппаратурой и оборудованием, расходным материалом и изделием медицинского назначения. В рамках проекта медицинскими сёстрами проводится проведение популяционного анкетного скрининга для целевого профилактического осмотра на предмет активного выявления знака качественного образования, оказание практической помощи в проведении диагностических лабораторных инструментальных исследований, обучение медицинских сестёр алгоритм проведения химиотерапии с проведением мастер-класса профилактика побочных эффектов химиотерапии, особенностям ухода за пациентами во время химиотерапии, особенностям ухода за имплантированными порт-системами. Специалистами онкологического диспансера осуществлено 9 выездов в арктические районы республики, в ходе которого проведён популяционный регион специфичный анкетный скрининг для целевого профилактического осмотра на предмет активного выявления знака качественного образования, и всего охвачено 1633 человек, в результате которого, в результате вот именно целевого профилактического осмотра выявлено и направлено в Якутско-республиканский онкологический диспансер с подозрением на злокачественное образование в 108 человек. Таким образом, инновационный подход к внедрению данных проектов в онкологическом диспансере способствовало повышению качества оказания средственной помощи онкологическим пациентам, оказанию методической и практической помощи медицинским сёстрам в центральных районных больниц, улучшению мотивации пациентов на выполнение профилактических рекомендаций, снижение числа пациентов, считавших действия медицинского персонала неэффективным, формирование пациентов умений и практических навыков по самоконтролю за состоянием здоровья, выявление онкологического заболевания на ранней стадии, оперативное взаимодействие и оказание доступной консультативной помощи онкологическим больным и медицинским сёстрам в центральных районных больниц, расположенных в отдалённых и труднодоступных районах республики, включая арктические районы. И самое главное, привело к повышению качества жизни пациентов. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok